Заключительный, финальный день All-Star Weekend прямо перед нами. Сегодня у нас долгожданный матч звезд по традиции. Не тянем кота за одно место. Я желаю вам приятного аппетита и просмотра. Напоминаю, фулл матч посмотреть можно у нас в телеге, как и все конкурсы. Ссылка есть в описании. Ну и погнали смотреть! Итак, стартанул заключительный день уикенда с торжественного представления участников самого матча звезд. И из интересного тут было, пожалуй, только второе за два дня освистывание шефа кари фанатами Кливленда. Ну, понятное дело, сердца их до сих пор ранены несколькими поражениями, которые наносил стеф с его воинами Кливленду, поэтому удивляться тут совершенно нечему. Хотя в качестве исключения на матче звезд можно было бы сделать и перемирие. Ну, да ладно. Теперь давайте к игре. Формат с прошлого года остался неизменным. Три четверти играют команды по 12 минут, и каждый винт в четверти засчитывается за отдельную победу. Все в угоду благотворительности. А в финальном отрезочке счетчик времени отключается окончательно. К наибольшему общему счету одной из команд добавляется 24 очка, и вот кто преодолевает первым планку в установленный объем поинтов, тот и побеждает. Типа, было у одной команды за три четверти, допустим, 100 очков, значит игра идет до 124, и неважно, сколько при этом было очков у второй команды. Первый отрезок для меня лично интересным был только тогда, когда играли стартеры двух команд. Там и на данке лавина с льюпами Джа можно было глянуть, и даже на фоне этого скупую мужскую слезу пустить, потому что все мы помним, что было вчера на SDK. И посмотреть на данки Леброна с мощными завершениями от имбидо, в общем, было достаточно весело. Да, без защиты, но это all-star, тенденция рубиться тут до талого отсутствует уже достаточно давно, особенно в первых четвертях. А, еще, кстати, забыл, броски сверхдальние от шефа тоже были великолепными. Правда, когда вот вышли резервисты, счет как-то стал немножко тухловато. Данков стало мало, бегать немного, броски в большей степени все были либо из-за дуги, либо в дефолтных проходах, поэтому я тут немножко подзасыпал, не знаю, как было у вас с этим. По итогу, со счетом 45-47 в пользу команды Короля завершается первый отрезок, и врываемся мы с вами во второй, где надежда у меня была только лишь на хайлайты от Ламелла Бола, и нужно сказать, что он не подвел. Потрясающий совершенно альюп в стиле микс-тейпов Энд Вана мы от него посмотрели, и как по мне, до момента появления вновь обратно на площадке стартеров это был наилучший эпизод вообще. Однако, когда возвращается Стеф, Леброн, Янис и, конечно же, Джа, мамма миа, спасибо вам за это невероятное шоу, пацаны. Стеф дает 4 из 4 дальних выстрела, при том один был практически в ноу-лук стайле, а альюп Трея на Джа, который замкнул передачу Янга Данком на 360... Вау, это было просто невероятно. NBA, на мой взгляд, должна найти хоть лишний лям, хоть раздобыть нормальных судей, хоть отработать целую систему честную прозрачную судейства на данк-контесте, короче, сделать все, что попросит их лидер Мемфиса, но притащить его на следующий данк-контест. И еще лучше, если к нему добавится залеченный Зайан Уильямсон. Это будет матчап, на мой взгляд, не хуже вывески Лавина Гордона. Хотя, если прикиньте, и их к ним добавить, вот это может быть мясорубка. В общем, вернувшись к игре, давайте скажу. Завершилась вторая четверть с минимальным на этот раз, но преимуществом команды Дюранта. 49-46. Общий счет составил 94-93 в пользу того же коллектива Дюранта, а Стефан Карри под недовольство фанатов Кливленда установил рекорд матча звезд. 8 точных трехочковых за половину. Но, если б только знали фанаты Кливленда, что этот самый парень с тридцаткой на спине сотворит чуть-чуть попозже, я б думаю, что улюлюкать они перестали гораздо-гораздо раньше. Они перестанут, это спойлер. Но, для начала, мы с вами посмотрели на 75 лучших игроков в истории NBA. Если честно, в этот момент иногда становилось очень грустно, потому что я понимал, что многих из тех, кого представляют, уже давным-давно нету в живых. Но, давайте не будем о грустном. Напомню, закончил Карри на 8 точных трехочковых попаданиях за половину, и до побития рекорда Криса Пола из 2016 года, по общему количеству точных дальних ему оставалось всего лишь 2 бросочка. И он делает вот это. Очень жалко, что он не забил пять подряд, где пятый был с центра корта, но, чтобы вы понимали, арена Кливленда на этих самых бросках наконец-таки растаяла и начала поддерживать шефа. А сам же 30-й номер команды Леброна на момент взятия таймаута с Пуэльстера набрал 39 очков с реализацией 13 из 19 из-за дуги. Вау! И, конечно же, это уже стало рекордом матча звезд. Ну, о чем тут можно говорить? Далее игра продолжилась в том же самом стайле. Карри не думал сбавлять оборотов по своим дальним выстрелам, и он увеличил их до 15, отнимая окончательно все внимание болельщиков и зрителей исключительно на себя. Честно, в какой-то момент атмосфера была таковой, что все ждали, когда выкинет очередной мяч с Тефан Карри, а данки Короля, Яниса и многих других уже не вызывали столько эмоций, хотя казалось бы, где обычная по зрелищности треха, а где мощнейшая колотуха, но когда это делает самый великий снайпер в истории, когда он забивает из невероятного даунтауна и при этом делает комбинацию сумасшедшего дриблинга, дело принимает, согласитесь, совершенно иной оборот. В итоге, шеф к моменту, когда его сажают на банку, в октябре у себя имел 45 очков, а команда его завершает отрезок со счетом 45-45, доводя общий счет до разницы всего лишь в один поинт. 139 было у команды Дюранта, 138 у команды Леброна. Ну и теперь файнал раунд. Плюс 24 очка прибавляются к 139, планка выходит равная в 163 очка. Время отсутствует, смотрим, что происходило дальше. А происходило, нужно сказать, просто невероятное зрелище. Тима Короля прям со старта начинает раздавать огня с дальней дистанции. Гарланд, Стеф, Леброн, все они по очереди разряжают дальнобойные орудия. Плюс шеф вот такую адскую свечу еще из-за счета забивает, апая планку личной результативности до целого полтинника. Дюрантовские ребята при этом нужно отдать должное не сдавались, но по зрелищности, конечно, сильно, на мой взгляд, уступали. На момент, когда счет приближается к 150 очкам, у команд даже включается защита, ибо несколько раз мы видели и блокшоты от Яниса, в том числе и на Миддлтоне, и броски с линии, и перехваты, спровоцированные более плотным дефом, и если можно так сказать, даже клатч. Ну да, времени не было, но матч был достаточно плотный. При счете 161-160, как бы не играл Кинг на шефа, трехе он больше не попадал, и поэтому завершать игру пришлось сначала дальней двухой Демару, который профик в этом виде выстрелов, вы сами это знаете, и что более символично, конечно же, Леброну Джеймсу. Кинг перед финальным попаданием облизывает пальчики, толкается немножко за Камлавином, и после отправляет красивейшую фидовую двушку, закрывая этот оллстар гейм. Красота, на мой взгляд. Ну реально, я остался очень доволен этим матчем звезд. Можно, конечно, бесконечно говорить, их ныкать, мол, нет защиты, нет противостояния, нет того, другого, третьего, но я лично считаю так. Если мы кайфанули, получили гору ярких моментов и эмоций, значит матч звезд удался, и больше тут говорить не о чем. MVP, естественно, забирает себе Стефан Карри, а точнее трофей Коби Брайанта. Он же становится и самым результативным игроком в своей команде, с чем мы шефа поздравляем. Ну и, конечно же, в его активе теперь прибавляется еще один рекорд по трехочковым броскам. На этот раз их стало 16 на матче звезд. Пф, фантастика. Я даже не знаю, как это можно сделать, но это можно сделать. От вас же большой палец вверх, господа, если ролик понравился. Комментарии по матчу звезд обязательно и желательно конструктивны. Что вы думаете? Понравилось вам, не понравилось? Дайте, пожалуйста, ваше мнение. Подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Мы приближаемся с вами вообще-то к самому основному, к плей-офф. Остается чуть менее половины сезона, поэтому включаемся на полный максимум, услышимся и увидимся с вами, как всегда, совсем скоро. И всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok